друзья ну что ж идем до последней точки всех приветствую с вами снова алекс и мы продолжаем заканчивать сюжетные линии джонни в сильверханда она как которую еще разделяется на две миссии поэтому обязательно не забывайте подписываться и жать на колокольчик чтобы ничего не пропустить а собственно нам нужно добраться до точки доступа к микошам и выл чего парень ты хороший мужик удачи silverman и 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 джид hang и и relación и и и и и и и и и свет кошка такой же кошкам увидели на башне по моему если я не ошибаюсь и напомню кошки достаточно редкость найти принципе о основанной этой башни когда покинуя телесный мир вернет мой дух эллинский ювелир в обличии филигранной птицы злоту фигурки то большая честь помочь монарху пробудиться и на золотое дерево посесть и петь почтенным византийцам о том что было будет или есть неплохо неплохо это пирамиды под нами ну прям очень похоже по крайней мере на пирамиды какой-то или это так выглядит микоша изнутри о так это же как в матрице это вид что ли видишь а ты не верил что я совсем разберусь я тоже рад тебя видеть джонни ты видел что то творилось нет но может оно и к лучшему и 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 Я догадался. Твоя девушка уже давно пропалывает мне мозги-душегубом. Альт, ты где вообще? Может, поздороваешься? Я теперь инграмма. Ебаный конструкт. Ну, добро пожаловать в клуб. Альт, ау, ты здесь? Она сказала, что проверит контрольную сумму и скопирует меня обратно в тело. Кстати, почему мы не чувствуем, как работает душегуб? Я был готов корчиться от боли. Временная анальгезия. Мы же потоки данных. Определённые ощущения можно заблокировать. Бла-бла-бла. Хуё-моё. Тебе что, Альт читала лекции про нейрофизиологию? Нет. Скинула данные за секунду. Неважно. Она ещё сказала, что уничтожит Микоши. Все, кто в ней есть, получат свободу. А потом она поглотит их всех и сделает частью своего массива данных. Значит, мы сделали, что могли? Дальше Альт справится? Нет. Да, блядь. В смысле? Я ошиблась, когда исключила из факторов тела. Реконфигурация ДНК шла слишком долго. Агрессивные препараты осложнили процесс. И иммунная система начала атаковать нейрофизиологию. Хватит. Говори по-человечески. Ви умрёт. Что бы я ни сделала, этого уже ничто не изменит. Проверь ещё раз. Похоже, что-то с анграммой Ви. Может, починишь? Проблема в физической оболочке. Нейронная сеть сильно деградировала. Любое вмешательство в работу мозга окончится смертью организма. Но ты же гений! Придумай что-нибудь! Хватит, Джонни, заткнись. Мне надо подумать. Всё будет хорошо, Ви. Мы что-нибудь придумаем. Я же попросил тебя, Джонни. Не пизди. Ну давай. Должен быть какой-то вариант. Дело Ви изменилось под воздействием биочипа. Теперь оно воспринимает его сознание как постороннее. С тобой всё иначе. Ты стал его полноправным хозяином. То есть, ты за то, чтобы твой бывший выгнал меня из моего тела? Изменения не обратили. Тебе уже нечего терять. А он может получить всё. Я не стану вмешиваться. Но пока контроль над делом остаётся у Джонни, он может делать, что хочет. Эй, не надо делать из меня врага. Всё будет как мы договаривались. Да уж надеюсь. Давай-ка спокойно решим, что нам делать. Если мне всё равно умирать, давай сделаем по моему плану. Я ухожу. Ты остаёшься. Теперь тело твоё. Ну и вот, собственно, финальный выбор, который мы влияем. И я думаю, давайте для начала выберем момент, где Джонни уходит с альт, а наш основной герой остаётся жить. Нет. Это я должен уйти. Ах ты лживый кусок говна. Что мне делать, альт? Просто перейди по мосту. Ты станешь частью меня, а Ви вернётся к прежней жизни в своём деле. Так. Ещё можно как-то спуститься в колодец и вернуться в тело Ви. А, ну это типа если, скорее всего, передумал в какой-то момент, да, и ты можешь вернуться и остаться с ним. Понятно. Ну нет, мы просто идём... А ты, блядь, издеваешься. Так, Ви, отойди. Нет никаких вариантов, твуличная мразь. Мы договаривались. Ты съёбываешь, я остаюсь. В смысле? Ты был бы на последнем месте. Честно. Тебе бы даже герои сраной игры корпоратов обошли. Потому что ты эталонный мудак. И есть куча людей, которые нужны миру больше, чем ты. Но это не значит, что я желаю тебе смерти. Чуть-то я пойму, почему мне именно это показывает, хотя мы же остаёмся в киберпространстве. Не забывай обо мне. Либо я чё-то не так понял, но, ну ладно. Получаем концовку, которая... Перейти на мост в месте с Аль. Ты станешь частью меня и Ви вернётся к прежней жизни в своём теле. Ну, так и договаривались. Непонятно, почему Ви говорит, что мы договорились, что он останется. Ну ладно, странно. Это всё дело. КОНЕЦ Ну да, вот Ви остался у нас. Это странная хата. О! Панам. Прикольно. Привет, Панам. Чего меня не подождала. Не хотела тебя будить. Сука. Ну, видимо, так как нейроны прям отторгают Ви, то ему, наверное, не особо долго жить и осталось. Мне так кажется. Но я не уверен. Слушай, это же хата этого рокера. Да? Из самураев. Ну, по крайней мере, очень похоже. Нет, это, видимо, не аналог, очень похоже, по крайней мере. все нормально. Нет, не нормально. Ничего, блядь, ненормально. Пиздец. Банам. Пойду подышу. Чё такое-то? Ох уж эти женщины. Вечно с ними ничего не понятно. Вот, если честно, по Найт-Сити я скучать не собираюсь. Что ты вообще в нем нашел? Столько говна случилось в Микоше, а ты все равно хочешь жить в этой помойке? Не понимаю, почему ты не можешь просто забить на все? Поехали со мной. Мы уже об этом говорили. Ты знаешь, что у меня остался последний заказ для посмертия. Ну и что? С тебя и так уже все в посмертии пылинки сдувают, а простые смертные в ноги кланяются. Не нужно тебе никаких заказов, у тебя же есть все. Если у меня есть все, значит и ты тоже по нам. Оставайся здесь. со мной. Не могу. Это мой клан, моя семья, моя ответственность. А ты приказываешь мне выбирать? Как ты можешь так поступать со мной? Ради чего, Ви? Ну вот осталось ему недолго, да. А что изменится, если я поеду с тобой? Мне осталось-то всего пара месяцев. Зато это будет пара месяцев среди людей, которые тебе важны и которым важен ты. Или стой. Может, дело как раз в этом? Думаешь, тебе будет проще умирать одному? Ты знаешь, что это не так. Ви, смотри, какое дело. Завтра я уеду, мы сворачиваем лагерь и уезжаем на рассвете. И уезжаем на рассвете. Я не хочу тебя терять, но и уехать не могу. Я уже не научусь жить и думать по-другому. Но мое радио всегда настроено на Стэнли. Может, я услышу о тебе? Стопроцентно. Черт. Ненавижу прощаться. Увидимся, Панам. Дашь встречу. Где-нибудь. Когда-нибудь. Вот именно. Ты еще должна мне историю про того мужика из Кавказа, ну, которого ты возила в багажнике. Ох, это охуительная история. Только долго. Там много сюжетных поворотов. Я найду время. Да уж, будь добр. До скорого. Я буду тебя помнить. Всегда. Мда. Ну, такое. Окей. Нормальный такси доломает. Отличное такси у меня. Привет, я неплохо так разбогател. Давай, долом упусти меня. Жми на полное. Слушаю и повинуюсь. Вы выглядите совсем измутанным. У вас была тяжелая ночь. Скорее, тяжелый месяц. Возможно, вас тяготит успешность. У меня сложилось впечатление, что вы получили все, что хотели и успешно показали городу, кто здесь главный. Я могу вам чем-то помочь. Мне бы очень хотелось. Расскажи мне, какие настроения в городе. Аросаку продолжают преследовать несчастье. Внутренние конфликты, падение стоимости акций, рекордно высокий рейтинг недоверия. И это лишь часть проблем. Программа «Сохрани свою душу» должна была стать для Аросаки благословением. А оказалось проклятием. Компания потеряла все связанные с ней ресурсы. Ага. Обещали миллионерам бессмертия, огромные деньги брали. А сами собирали энграммы и данные. Явно хотели расширить влияние. А что, народ? Поговаривают, что вы беретесь за большое дело и что вам будет помогать кто-то очень влиятельный и очень богатый. Других тем мало. Аросака безуспешно пытается восстановить хотя бы подобие порядка. Вы по смерти в безопасности. По крайней мере, пока. Ага, понял. Могу ли я задать вопрос? Валяй. Вы недавно упоминали, что для вас важно только одно увидеть Найт-Сити с самого верха. Надеюсь, твоих познаний хватит, чтобы осознать, что это была метафора и ты не будешь объяснять мне технику безопасности ВАВИ. Сарказм. Смешно. Я желал спросить, что будет потом, когда вы достигнете этой цели. Вот когда достигну, тогда меня и спросишь, окей? Заверяю вас, что так и поступлю. И я очень рад. Чему? Тому, что смогу спросить, это значит, что все получится, вы все-таки вернетесь. Угу. Я выбрал оптимальный маршрут. Скоро мы будем на месте. Последний комментарий перед тем, как я замолчу. Не волнуйтесь, Ви. Мы разве волнуемся? Я что-то не думаю об этом. тогда желаю вам хорошего дня, а также удачи во всех начинаниях. Вы стали боссом по смерти? Ну, в принципе, неудивительно. Вести? Нет. Уходить некому. Дались только мы. Если у тебя появится шанс все изменить, сбежать далеко-далеко и начать собственный путь к последнему рубежу. Отправь слово в космос на 7-2-9-9 и получи шанс выиграть недельную путевку на двоих в Крустальный дворец. Слушайте, может быть, обязательно открыть секретную... концовку, где все остаются живы. Что-нибудь выпьешь? О, да. Как обычно. Сейчас будет. Люди начинают что-то подозревать. Скоро все выплывет наружу. Ничего, мы уже сегодня вылетаем. Сегодня? А в чем проблема? Да нет, ничего. Просто тогда, наверное, тебе нужно что-то особенное. У Бестии был маленький ритуал. Перед крупными операциями она заказывала текилу, обычно сильверхендовскую. Я ее как-то спросила, это на счастье или что? Знаешь, что она ответила? Что, когда она вспоминает Джонни, это помогает ей сосредоточиться на самом важном. так что по обычаю по смерти тебе полагается один из именных коктейлей. Только скажи, за кого пьешь. Сделай мне сильверхенда, выпью за Джонни. Я знаю о нем только по рассказам, но ему бы скорее всего понравилось то, что ты задумал. Он был бы на седьмом небе. Я знаю. Удачи, Ви. Привет, Кост. А, Вейланд. Уэйланд, готов вернуться в строй? Жду распоряжений. Уже всем тут рассказал, какой номер ты выкинул в Оросака Тауэра. А как ты думаешь, Клэр, наверное, уже раза три слышала. Мне тут рассказали, что у тебя сегодня по плану. Уважаю, это прямо что-то из ряда вон. Только смотри, будь там осторожнее. И удачи тебе. Спасибо. Спасибо. Ви, этот момент все-таки настал. Мистер голубоглазый. встретил новую легенду по смерти. Надо сказать, я впечатлен. Рад, что не разочаровал. Садись. Ну, рассказывай. С чего начать? Аросака фактически выбыла из игры после Микоси. Ты получил деньги и известность во всем городе. Более того, ты фактически парализовал все системы Аросаки. Открылись несколько новых лазеек. Мои люди их нашли и вынесли, что успели. Значит, можно начинать операцию. Я проверил данные, утекшие из Аросаки. Казино сейчас испытывает новую систему безопасности. И, как я уже говорил, сегодня ее ненадолго отключат. Надеюсь, ты знаешь, как распорядиться моментом. Я тебя не подведу. Ты нашел лучшего исполнителя для этого заказа. Да, мне говорили. Теперь я хочу убедиться в этом лично. Дело в том, Ви, что таких операций еще никто не проводил. Там, откуда я родом, сказали бы, что это невозможно. Предупредили бы, что риск слишком велик. Сравнили бы наш план с полетом Икара к Солнцу. И они бы ошиблись. Все до единого. Уверенность достойная легенды. Или того, кто рискует всем. Хотя, ты как будто знаешь, что значит потерять все. Выиграть бой на последнем издыхании. Завтра в это время данные всех посетителей казино будут у тебя. Только не забудь, что ты обещал. О, я своих обещаний не забываю. Удачи. Что это такое? А, ну это казино та самая, да? Бам, и мы в космосе. Точка Лагранжер 1. Все, я на месте. Великолепно. Секунда в секунду. Теперь я. Мне сообщают, что спутники временно отключены. Защита личности активирована. Только не забудь, у тебя одна, единственная попытка. Мне-то не рассказывай. У нас не будет возможности забрать тебя или прийти на помощь. Если тебя кто-нибудь заметил, ты погибнешь. Прекрасно. Но если все получится, ты получишь больше, чем можешь представить. я уже давно получил все, что было нужно. Просто мне уже нечего терять. Перспектива мрачная. Впрочем, не мне тебя судить. Вот как мы посмотрим наносить высоты. забавно. Что-то мне подсказывает, что у нас ничего не получится. Ну что, была не была. Удачи. Увидимся внизу. Конец связи. Ну вот не должно же быть, да, вот этих вот иконочек. Ну вот, что-то с ними. Офигеть, это казино в космосе, что ли? Почему нет? Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Какого-нибудь мажорного пиздобола с хромовой задницей, к которому весь Норд-Оук ходит. Ну и ладно. Ни в чем себе не отказывай. Наслаждайся жизнью. Ты это заслужил больше всех, кого я знаю. Но все-таки ты забегай иногда, как будешь рядом, окей. Поговорим за жизнь, вспомним старые добрые времена. А я заодно проверю, не проебался ли где, случайно, твой новый рипер. До встречи, Ви. Ви, привет! Давно с тобой не болтали. Как у тебя? До сих пор все круто? Жаль, не могу посмотреть, как ты там шибуешь в Найт-Сити. Вообще, я просто хотела сказать спасибо за все, что ты на меня сделал. Стоило свалить из этого долбаного города, чтобы понять, насколько мне там было хреново. Я что хочу сказать, ты тоже уезжай, иди. Вот сразу, как будет возможность, собирай вещи и беги, куда глаза отведят. Реально. Сразу вздохнешь в полной груди. Я тебе гарантирую. Ладно, что-то меня понесло. Удачи тебе там. Привет, Ви. Как твои дела? У нас в пустошах погода, как всегда, заебись. Владельник потек, 32 градусов тени, да еще песчаная буря идет прямо на нас. Короче, жалко, что тебя нет рядом. А так вообще, кое-как справляемся вроде. Семья постоянно растет, заказов теперь много. Иногда я мечтаю просто нормально выспаться. Но нельзя же, чтобы было все и сразу, правильно? Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Позвони, как тебе станет скучно в городе. Я тебя прокачу куда-нибудь. Далеко-далеко. Ну, как-то так. Удачи тебе, да. Здравствуй, Ви. Это Сол. Я слышал, в Найт-Сити случилось что-то важное, и некий Ви сыграл в этом главную роль. Не знаю, что ты планируешь делать дальше. Я просто хочу, чтобы ты знал, как мы своих никогда не бросаем. Ты теперь один из нас, Ви. ты Аль-де-Кальто. Помни об этом. Береги себя там в городе и до встречи. Эй, Ви, слышишь меня? Блин, это автоответчик, что ли? Окей, пофиг. Мы тут все ждем, когда ты, наконец, заедешь нас проведать. Могли бы сделать барбекю, выпить по пиву, погонять немного. Ну или нанести дружеский визит с Тилетом. Короче, я что хочу сказать. Пустошим очень нужны люди вроде тебя. Не знаю, что там сейчас у тебя в жизни, но мы всегда рады тебя видеть. Просто помни об этом. Ладно, пока. Привет, Ви. Я тут, в общем, подумала о тебе и решила быстро разложить карты. Я знаю, знаю, надо было гадать с тобой, чтобы результат был яснее, но мы так долго не виделись и... В общем, ты меня понял. Знаешь, что я вытащила? Силу, Императора и мир. Дорогой мой, скоро мир о тебе услышит. Пора показать Найт-Сити, на что ты способен. Ну, вот это, видимо, и все, с кем мы взаимодействовали. Ну, что же, друзья, вот такая вот у нас концовка с Ви в главной роли. Обязательно посмотрим еще парочку других концовок. И поэтому подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. И не забывайте нас звать на колокольчик, чтобы не пропустить остальные концовки. Ну, а также обязательно пишите свое мнение о том, как вам текущая концовка с Ви, что думаете по поводу того, насколько долго Ви еще проживет в таком состоянии, как есть, и вообще выполнил ли он это задание или нет, потому что лично у меня остались еще вопросы. Понятно то, что мы стали легендой, но остались мы живы, на какое время, вот это не совсем понятно. На это все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok